На восьмой позиции Хищник морей. Советский Левиафан, способный красаться под арктическими льдами и поливать ядерным дождем своих противников. Класс Тайфун. Страна Советский Союз. Тип. Субмарина с ядерными стратегическими ракетами. Класс Тайфун. Подводные лодки были ключевой составляющей соперничества. Удивительно, как Советы смогли создать нечто столь огромное, маневренное, эффективное. Вместо комбайнов и тракторов, которые приносят пользу, они строят гигантские подлодки. Подлодка класса Тайфун чрезвычайно эффективна. Она настолько прекрасно оснащена, что не укладывается в голове. И это люди, которые не могут сделать нормальную машину. Благодаря Тайфуну, Советы затмили своих соперников. В погруженном состоянии она вмещает 48 тысяч тонн, больше любого корабля Второй мировой. Адамаса Тайфуна впечатляла. Субмарина позволяла экипажу больше, чем подводники прошлого могли мечтать. Она рассчитана на срок службы 120 дней. И если взглянуть на ее обустройство, на сауны и бассейны, становится ясно, что экипажу было чем занять себя во время плавания. Но у Тайфуна были другие задачи. Она была ракетной платформой, способной запускать 20 баллистических ракет с двумя стами боеголовками. Одна из таких субмарин с ядерными баллистическими ракетами, оснащенная многозарядными боевыми частями, могла опустошить восточное побережье Штатов. Всего одна субмарина. Тайфун был создан для того, чтобы уравновесить ядерные потенциалы гонки вооружений. Тайфун был способен пробить четырехметровый слой льда. Он мог сделать своих моряков последними выжившими на планете. Когда вся пыль, поднятая в воздух, приглась бы, и на планете наступила ядерная зима, только тогда Тайфун разбил бы ледяной покров Арктики и нанес единственный сокрушительный удар, принеся победу Ивана. Вот для чего нужен Тайфун. У Тайфуна высокий уровень фактора страха. Невидимость отличная. Новшество и срок службы хорошие. Но боевые качества средние, что ставит советского зверя на восьмую позицию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова